Итак, друзья, я не стал записывать, снимать видос, как я выезжал из дома, потому что шел дождь и мне камеру не хотелось мочить. А сейчас я уже проехал порядка 200 километров, ну, там, без 10 километров где-то так. Хотел сейчас остановиться, чайку сделать, на горелочке скипятить, но понял, что я забыл дома зажигалку. Поэтому сейчас для ближайшей заправки надо будет купить зажигалку и заодно заправиться, когда можно будет остановиться и сделать горяченького чайку. Ехать, в принципе, терпимо, но немножко прохладно, все равно местами. Местами бывает нормально, тепло, местами бывает, что прям прохладно, да. Ну, ладно, буду ехать дальше. В общем, ребята, что-то я подмерз конкретно. Сейчас заехал на заправку, заправился в полный бак и купил зажигалку. Сварил себе немножко чайку. Вот, сейчас покажу вам. Вот на этой горелочке сварил сейчас. Горячий еще сейчас чуть-чуть подостынет, чтобы можно было пить нормально и буду дреться. Что касается дороги, блин, местами нормально, тепло, а местами бывает, что прям дубак. Вот здесь сейчас, я недалеко от Гамбурга, здесь дубак. Вон, вы можете видеть, еще снег лежит сзади меня. Я надеюсь, что там выше еще будет теплее, чем здесь. Не знаю, сколько градусов. Градусов, может, три по ощущениям, да даже меньше по ощущениям. Ладно, все, буду греться. На следующей стоянке опять что-нибудь запишу. Ну, или уже когда приеду на место. Я вроде бы куда-то приехал. Тут вот какое-то хозяйство рядом. И там вот есть лес. Я сейчас хочу пойти туда и найти себе место для сна. Здесь вроде как можно официально, именно вот в этом лесу, вот именно на том пятачке, можно официально заночевать. Я погуглил на эту тему. Так что проблем не должно быть никаких. Здесь есть такая небольшая стояночка. Я сейчас здесь от мотоцикла ставлю, никуда он не денется. Соответственно, вся снаряга у меня в рюкзаке. Поэтому я сейчас налегке немножко отойду. Ну, тут метров сто, наверное. Туда вглубь, там должен быть водоемчик. И, соответственно, там сейчас поставлю палатку. Вот тут вот поставил мотоцикл. Такая стоянка. Тут вот хозяйство какое-то. И вот туда сейчас пойду. Время до темноты осталось где-то приблизительно час. Ну, я думаю, успею сейчас спокойно поставить палатку. Перекушу, наверное. Чай попью. Сейчас ехал. Такой туманище был жуть. Видимость почти метров сто пятьдесят, наверное. Может, меньше. Ну, благо машин мало сейчас. Народ особо никуда не ездит. Я в этой балаклаве на этого, на Дэдпула похож. Так. Вроде бы туда. Вроде правильно иду. Местами еще снег лежит. По приколу. Мне нравится. Я тут попытался ближе проехать. Думал, может, туда к месту как-нибудь подъеду. Но тут слякоть. Я чуть-чуть проехал. А потом понял, что эта идея была вообще плохая. Кое-как обратно выехал. Если бы слякоти не было, то можно было бы, наверное, заехать. Так. Ну-ка. Кажись, я правильно иду. Ага. Да, точно. Вот, смотрите. Видите, знак. Стоит этот кемпинг. Сто метров. То есть, это правительством данной федеральной земли специально выделяются такие некоторые места в лесу. Ну, такие полудикие места. Да, где можно официально переночевать в палатке вполне легально. А то у нас с ночевками с легальными здесь как-то не особо. Так что нормально. Сто метров вглубь. Вот это, опять же, ребята, преимущество рюкзака. То есть, кофрами я бы, наверное, обломался бы тащиться в такую даль. Представьте, если у вас здоровые кофры. А заехать сюда, ну, как бы здесь тропа. Вряд ли кто-то... Ну, здесь наверняка есть какой-то лесник, который за всем этим следит. Просто нахрен наругают. А-та-та. Красота здесь. Вот сейчас я уже начинаю в лес входить так. По приколу. Мне нравится. Главное, вроде сейчас как бы потеплело, что ли. Реально тепло стало. Так. Я в гугле-то картинки видел. Тут водоем еще есть. А, вот он, водоем. А, вот она, поляна. Все, я пришел, ребята, вот смотрите. Вот сзади меня вот эта поляна. И вот там вот водоем. Давайте посмотрим. Тут даже есть будка специальная эти. Кто с этими, с бивачными мешками путешествует. Можно в бивачном мешке здесь заночевать. Вон, смотрите. Такой типа домик. То есть там коврик постелил, бивачный мешок. И спи спокойно. По приколу. Давайте я сейчас шлем здесь пока положу. И посмотрим, что тут есть. Короче, ребята, честно, я как в сказку попал. Вот об этом я мечтал. Все эти долгие месяцы. Классное место. Правда, кроты тут немножко подсуетились. Ну, осталось мне, в принципе, сейчас найти какое-то именно место, где бы я хотел разбить палатку. И, соответственно, надо разбивать. Пока сильно не стемнело. Давайте-ка мы сейчас пройдемся еще немножко. Итак, друзья, я сейчас только что поставил палатку. Снимать я это дело не стал, потому что темнеет очень быстро. Поэтому я поставил палатку. Сейчас я вам все покажу, как она стоит, как у меня там спальник выглядит. В общем, буду сейчас раздеваться потихоньку. Может быть, сейчас заварю сублиматик. Хотя есть особо не хочу. И поглуполазаю в интернете еще немножко с телефона. Потому что спать-то еще рано. И часов 8-9 можно уже будет ложиться спать. Так что давайте пока еще не стемнело покажу вам. Сейчас даже подсветку включу вам. Так, вот так вот у меня выглядит. Сейчас издалека. Вот тут я поставил палатку. Здесь у меня вот подушечка. Коврик. Ультралайт. И пуховый квилт. Я не знаю, этот реактор еще. Ну, этот складыш под него. Наверное, лягу без него. А если будет холодно ночью, то я его одену. Просто мне надо понять, насколько целесообразно его возить. Сейчас, вроде как, температура вообще нормальная. Не холодно. Я просто как размышляю. Если я сейчас вот в пуховом свитере, на термуху, и мне вообще не холодно. Значит, лежа под пуховым квилтом, он еще толще, чем этот свитер, будет вообще нормально. Ну, посмотрим. Просто я взял этот вкладыш на всякий случай. Вдруг будет холодно. Ну, я надеюсь, что он мне не понадобится. Вообще классно здесь. Мне нравится. Погода обалденная. Блядь, ребята, вот я об этом и мечтал все эти месяцы. Кайф. Даже вообще не страшно. Можно сказать, первый раз буду так, скажем, на природе ночевать один. Мотоцикл хер знает где стоит. Вообще, ребят, кто живет в Германии, имейте в виду. Вот в Шлезвик Холдштайн есть у них сайт. Вильдкэмп, что-то там ба-ба-бам. Ну, в общем, нагуглите, если надо. И у них есть прям можно на карте посмотреть, где места, где можно легально остановиться на одну ночь. Но ночевка разрешена, скажем, на одну ночь. То есть это для тех, кто путешествует на велосипедах или пешком. Пришли, остановились, переночевали и дальше пошли. Именно здесь грилить, бухать, знаете, ну, как бы здесь лесник прогонит. Нельзя. А чисто вот так, как я, почему бы и нет. В общем, сейчас решил себе заварить сублиматик. Так, давайте я сейчас тут лампочку как-нибудь прикручу, чтобы здесь светло было. В общем, ребята, хотел я сейчас сублиматик себе сделать и покушать. И понял, что я забыл дома ложку. А без ложки его есть никак не получится. Жесть. Да. Ну, благо я сейчас сильно есть не хочу. Я пока ехал на заправке, сникерс купил, перекусил. В принципе, нормально. Утром тоже плотно поел. Поэтому, ну, что остается делать? Придется заварить чаек и попить чай. Да. Перед сном как раз травяной будет самое то. На улице уже почти стемнело. Еще чуть-чуть и все, и будет глухо. Так, что я сейчас только понял, что вот моя палатка, вот, в ней бы еще бы небольшой тамбур, вот, побольше. Потому что, считай, у меня рюкзак, куртка, а она толстенная. Плюс шлем, это надо куда-то все поместить. Ну, я запихнул там в тамбур, оно как бы уместилось. Посмотрим, как сегодня буду спать. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы в тамбуре было место, там, скажем, чтобы можно было чайку там сварганить или еще что-то. А сейчас он, получается, забит полностью. Или же приобрести какую-нибудь герму. Гермомешок какой-нибудь здоровый такой, чтобы тоже легкий был. И, скажем, туда все складывать и куда-нибудь в кусты прятать. Как вариант. Чтобы не захламлять жилплощадь. В данный момент, конечно, я бы мог это все сейчас вон туда запихнуть, в эту беседку, в которой я сейчас тяжу. И ничего с ними не случится, с этими шмотками. Но хочется именно испытать, как оно будет, если я действительно куда-то поеду, и у меня не будет другой возможности. Скажем. Погода сейчас вообще классная, тепло, вообще не холодно. Я думаю, спать сегодня нормально будет. Надо посмотреть, что говорит у нас этот по погоде. 4 градуса, 8 часов дождь, сейчас 6 часов. Ну, я уже 8 часов обычно спать ложусь, так что нормально. Сейчас очень сильный туман и такая влажность. Ночью будет 5 градусов. Ну, ночью будет вот как сейчас, 4-5 градусов. В принципе, нормально. А завтра вообще Ташкент. 8-9 градусов максимально. Так что жизнь налаживается. А вот, ребята, вообще ни разу не пожалел, что взял вот этот пуховый свитер. Я когда сегодня ехал, я первые 70-80 километров, сейчас точную цифру не помню, проехал и чувствую, что я стал немножко офигевать, потому что, ну, холодно стало. А этот у меня был в рюкзаке, я его взял на всякий случай. Остановился, одел, совсем другое дело стало. И даже сейчас я вот экип снял и хожу вот в этой курточке вообще комфортно, удобно, чем в экипе. Экип все равно немножко влажный. Так. Блин, ну как я мог ложку-то забыть вообще? Жесть. А вообще, если честно, вот эта палатка, она действительно, вот, ты едешь, едешь, пац, разложил ее, переночевал, собрал и дальше едешь. Вот идеальный вариант, особенно для велосипедистов. Экипедистов, они с собой вещей-то особо много не возят, если вот на легких, то, как он называется, байт-пакинг. Вообще, обалденно в этом плане палатка будет. Мне вот, единственное, что, головное, куда крутку деть, шлем и... И как его, блядь, рюкзак, вот, точно, да. Ну, посмотрим сегодня, как оно будет. Если... Да, я думаю, нормально будет. Пар идет. Ну, не холодно, влажно, очень влажно. Надо было полстакана сделать. Ну да, я же налил воду, как для сублимата, чтобы полная была. Потом понял, что ложки-то нет. Привет, друзья. Доброе утро, точнее. Вот и закончилась моя... Ночка, палатки. Ну, каковы впечатления? Ну, впечатления такие неординарные. Ну, надо учитывать, опять же, что сейчас все-таки зима. Сегодня 18 февраля. И вот тут водоем, и он там еще замерзший. Местами кое-каке лежит снег. И я выбрался тут попутешествовать на мотоцикле. Ну, это был тестовый заезд, и я очень рад, что я сделал этот заезд. Почему? Потому что я понял, что мой коврик, который супер-пупер у ультралайта, и, короче, коврик за 200 евро оказался таким говнищем. Я его буду рекламировать по приезду домой. Ну, во-первых, ну, опять же, да, тут как бы коврику претензий нет, потому что то, что он не греет ни хрена. Хотя у него Air Value заявлено 2,5, то он как позиционируется весна, лето и осень. Ну, сейчас зима, ладно. Тут как бы к нему претензий нет. Он не должен сильно греть, потому что для этого есть специальные коврики. Но все равно он ни хрена не грел, и я периодически вынужден был менять позу, чтобы, ну, чтобы тупо не замерзнуть. При этом я одел все на себя. У меня там термуха шерстяная, потом пуховый свитер под низом, и еще толстовка флисовая. Ну, так как бы более-менее комфортно было, но все равно. И самое, что меня в нем разочаровало в этом коврике утром, часов в 5 утра, я когда пошел в туалет, после того, как я вернулся, обнаружил, что коврик немножко, ну, подспустил, видимо, давление упало из-за того, что холодно. Ну, я решил его немножко поддуть. Поддул, и когда я на него сел, когда залазил обратно в палатку, то там что-то лопнуло, и, в общем, у него появилась грыжа. Причем такая нехилая грыжа, я вам потом покажу. Фотографии вот сюда сейчас увидите, как это все выглядит. В общем, такая неприятная грыжа в районе спины. Ладно, она случилась под утро еще, я уже все равно так более-менее вставать собирался. Но это неприятно, знаете, отдать за коврик 200 евро, ты ожидаешь какое-то качество от него, а не такая херня. Но радует то, что производитель дает на свои коврики пожизненную гарантию. Опять же, видите, цена 200 евро, и производитель дает пожизненную гарантию. Это тоже, как бы, того стоит. Это значит, что я сейчас просто могу рекламировать, связаться либо с продавцом, либо с производителем, либо вернуть деньги, или заменить товар. Ну, заменить товар я, если будет возможность не заменить, ну, если будет возможность без замены, то я лучше без замены, потому что я лучше хочу взять модель немножко повыше, апгрейдом, чтобы он, ну, потеплее был, с запасом. Потому что, знаете, неважно, какой у вас верх, там, как пуховый, там, хоть 10 пуховых квилдов на себя оденьте, хоть что, если земля холодная, и коврик не греет, то ничего не поможет. Поэтому тут должно все сбалансировано, и спальник хороший, ну, в данном случае у меня квилд, и коврик должен быть хороший, тогда можно будет комфортно существовать. Квилд меня не подвел, то есть по квилду я прям чувствовал, что мне сверху тепло, то есть он греет, тепло, ну, не выпускал. А вот единственное, что снизу уходило тепло, и это было обидно. Так, палатка. Что касается палатки. Конденсат был. Внутри тоже немножко было мокро, несмотря на то, что там она двойная, там вот у правой стены эта сетка прикасалась вплотную к тенту. Соответственно, весь конденсат был на сетке. Так бы, если бы не было сетки, он бы хотя бы, может быть, стек вниз как-то бы, а тут он, получается, на сетке застревал, и я прикасался к этой сетке, и, соответственно, влага тоже переходила на квилд. В принципе. Ну, там можно на правую стенку еще одну оттяжку сделать, чтобы немножко отодвинуть, будет места побольше. Что касается комфорта палатки. Ну, она как спальня, как спальня, да, ее можно юзать. Вот именно, чтобы в ней спать. Приехал, разложил, лег спать, и там дальше поехал. А вот так, если где-то днем дождик переждать, сидеть в ней вообще не вариант. я, если там штаны одевал в ней внутри, то это было мучение. Поэтому она, ну, учитывая, сколько она стоит и сколько она весит, в принципе, нормально. Жить можно. То есть, мне, вот если по ширине, по длине, ну, вполне было комфортно. То есть, я мог ворочиться там вольготным. Нормально. Квилт, ребята, рекомендую всем нахер эти спальные мешки. Вот реально, квилт, это вещь. Удобно ворочаться, особенно, ну, вот когда, если вы сильно беспокойно спите, там, переворачивайтесь. Вот я сегодня вынужден был постоянно ворочаться. Только потому, что мне было холодно из-за земли. Потому что земля-то промерзла. На улице так-то, в принципе, 6 градусов. Это, ну, не холодно, тепло. А вот то, что земля-то еще не прогрелась, и это дает о себе знать. И вот в квилте было очень удобно ворочаться. Вот если был бы спальный мешок, то я бы помучался. Изрядно. Да. Так. Да. про ложку я уже говорил, что забыл ложку. Так что я сегодня сейчас без завтрака. Сейчас, значит, сейчас соберу палатку. Уже расцветает. Вон она стоит еще. Соберу палатку. Потом поеду в какой-нибудь магазин, который сейчас откроется, там, может, 7-8 часов. Куплю какой-нибудь там батончик, чего-нибудь пожевать. Ну, так, мини-завтрак. Завтрак будет, да. и потом хочу заехать на самомойку, помыть мотоцикл, потому что я вчера пока доехал из Берлина до сюда, мотоцикл был весь грязный такой, прям, некрасивый. Поэтому надо сейчас его помыть. Будет, если она открыта, это самомойка, если она еще работает. Я знаю, тут недалеко есть одна, поэтому сейчас заеду. А в целом вот вечером, когда приехал, вот эта атмосфера такая, знаете, офигенно, классно было все. Ну, ночь прошла, сейчас тоже немножко беспокойная, но все равно. Вот сейчас вышел из палатки, сварил чайку, и вот, знаете, ну, кайф вообще не описать. Кайф. Это вот даже вот, когда ехал вчера, это были такие вот как взлеты и падения, взлеты и падения, ты как бы ощущения какие-то интересные. Бывало местами, что тебя так колбасит от холода, что аж зубы трясутся, потом раз, там, тепло, кайф, и вот как-то вот такие перемены. А когда вот дома сидишь, вот твоя кровать, диван, все уютненько, комфортно, да, это уютненько, комфортно, но ты перестаешь этот комфорт ценить. А когда ты померз, а потом померз где-нибудь там в спальнике, в палатке, а потом в кроватке, вот совсем другие ощущения, понимаете? Поэтому иногда нужно выходить из зоны комфорта, чтобы начать ценить вещи, которые нас окружают. Фух, красота. Надо будет летом сюда обязательно с дочкой заночевать. Я ей палатку подарил двухместную, так что мне можно будет свою не возить летом. Дочка будет свою брать, что тоже хорошо. Сырсть ужасная, влага конкретная, прям вот я ночью, когда уходил, фонариком светишь, метра два буквально видно, видно прям вот эти мелкие капельки такая, знаете, морось, и не видно, что дальше. И полночи шел дождь. Что касается вот дождя, полночи шел дождь, как-то, ну, палатка нормально выдержала. Да, но вот все равно хочется палатку немножко побольше. Я вот думаю, если мне подвернется какая-нибудь прям вот, чтобы и побольше, и чтобы вес был небольшой объем, пусть даже она будет немножко денежку стоить, ну, хрен с ним. Моя цель все-таки, так, я так и хочу, чтобы у меня был всегда рюкзак, я не хочу кофры, хочу, чтобы моя вся снаряга базовая все умещалось в один рюкзак. Вот даже, когда я сюда приехал, я это место загуглил, как бы, и к нему подъехать, ну, нельзя на мотоцикле. То есть, на велосипедах можно, на мотоцикле нет. И оно немножко в лес получается метров сто пятьдесят. На мотоцикле, во-первых, ну, если у вас там, скажем, гусь какой-нибудь, то не факт, что вы бросите свой мотоцикл, возьмете три своих кофра, потащите на поляну, тут доставать оттуда палатки, все. Ну, ладно, если вы там двоем-троем едете, как-то можно еще, а если вы вот так один, вы вряд ли пойдете в такое место, как вот это. Вы скорее всего поставите палатку где-нибудь, в крайнем случае, возле мотоцикла, на обочине, возле дороги, чисто лишь бы поспать. А преимущество рюкзака, вы просто взяли рюкзак, поставили мотоцикл на стоянку, там стоянка, какое-то здание, да, есть, там еще машины стояли, ну, я смело туда поставил мотоцикл. И просто пошел вглубь леса, и вот тут открывается такая прекрасная поляна. В принципе, мой рюкзак был вчера где-то 6 килограмм, ну, все вместе, грубо говоря. Поэтому, где-то, я думаю, можно будет подвинуться в весе, что-то убавить, что-то, поэтому, я думаю, может быть, все-таки, пусть даже палатка будет, ну, не 800 грамм бесить, пусть она будет килограмм или килограмм 200, ну, пусть она будет побольше, и желательно, чтобы самостоячая, потому что трекинговая палка хорошо, конечно, но самостоячая лучше, потому что самостоячую можно поставить везде, грубо говоря. А, допустим, на камнях вы трекинговую палатку не поставите, и будете зависеть именно от почвы. Еще я лоханулся вчера, я, ну, мне на первый взгляд показалось, что я палатку поставил на ровное место, а когда я постелил коврик и лег, я понял, что коврик немножко наклонен вбок, то есть, я спал под уклоном, у меня все время как бы скатывался в один бок, а так как уже я палатку поставил, тут начался дождик моросить, и уже было темно, как-то переделывать мне уже не вариант был, пришлось смириться с этим. Ну, это опять же, грубо говоря, ребят, моя первая такая ночевка с палаткой именно вот в диком, в диком месте. Это своего рода такой дикий кемпинг здесь организован. Здесь нет ни туалета, ни душа, ничего, ни умывальника, никаких удобств, это просто лес, и как бы правительство выделило полянку, где можно официально разбить палатку. Ну, с учетом, если это будет на один день, без мусора, и все цивильно. То есть, приехать сюда бухать, скажем, с грилем нельзя. А вот так, если вы путешественник, то таких мест, в принципе, на этой федеральной земле их много. Можно нагуглить заранее, скажем, если вы куда-то идете там в поход. Так что, пойду сейчас чайку возьму. У меня же чаек остывает, пока я тут с вами болтаю. Собственно, давайте. Рука замерла. Подостыл уже чуть-чуть. Ну, а то, что ложку забыл, тоже, тоже хорошо. Немножко это хоть схудну. Тоже полезно немножко поголодать. Да, если честно, я даже есть не хочу. Я вчера утром плотно позавтракал, потом в дороге, может быть, часов в 12, я на заправке купил сникерс большой, съел, и все, и больше я не ел, и мне не хотелось. Утром немножко что-то так, когда вот валялся в палатке, немножко так кушать захотелось, но он сейчас попил, и аппетит пропал. Нормально. Так что, этот сублиматик свой сэкономлю на следующий раз. Да. Не, реально, вот и... Но, опять же, ребят, сейчас подумаю, если ехать в Норвегию, и там климат приблизительно такой же, как здесь, влажный, я просто... Да. Поэтому надо с ковриком что-то сделать, поменять коврик на более теплый, чтобы было комфортно. И все. Так. Теперь такой вот нюанс. Было ли мне страшно? Вообще, ночь, в лесу, никого нету. Вообще не было страшно. Вначале вот, вообще, я поставил палатку, весь такой на энтузиазме, все. Залез, лежал, включил там видос какой-то на ютубчике, и под него так закемарил немножко. Потом проснулся, и что-то вот в какой-то момент у меня началось такое, начал прислушиваться. Что-то где-то там зашебуршалось, что-то где-то там захрюкалось. Знаете, и начинаются такие картины в голове. Тут мыши какие-то бегают. Ну, возможно, и были мыши возле палатки, шебуршались. Ну, и думал еще, может, кабан тут какой-нибудь сейчас пасется, нюхает. Ну, такие звуки были интересные, как будто похрюкивание, что ли. И что-то я так сижу, и думаю, блин, надо переставать себя накручивать, иначе потом вообще спать не буду. Что я сделал? Я взял фонарик, как раз в туалет, мне что-то захотелось. Ну, я вылез из палатки, посмотрел, убедился, что действительно никого нет, что это все, никакого там хрюканья нету. Сделал свое дело, и уже после этого как бы нормально лежал, вообще страха никакого не было. Даже если были какие-то шорохи, там, звуки, я уже на них просто не реагировал. А тут что реагировать? Тут уже без вариантов. Ну, съест я кабан, съест, никуда не денешься. Как говорится, ты уже заложник ситуации. Это хорошо, да, что у меня сейчас вот с ковриком вот сейчас это все вылезло. Было бы вот печально, если бы я куда-то действительно рванул бы, да, там на неделю, на две, и вот такая фигня бы случилась. Это было бы, ой, как печально. Поэтому у меня сейчас хоть есть время в запасе, чтобы это все дело рекламировать, обменять или новый взять, я не знаю. Ну, что-то буду думать. Потому что я понял, что для комфорта это очень важно. Похеру, какой у тебя там вверх. Квилт, он у Пухову, он очень теплый, он прям чувствовал, что сверху комфортно. А снизу, когда тебя морозит, это вот вообще неприятно. Ладно, ребята, я еще немножко тут понаслаждаюсь в одиночестве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обалдеть, жесть, да? Вон, видите, какая грижа вздулась. То есть, там вот эта внутренняя перегородка, она навернулась. Да, в первую же ночь. 200 евро, коврик. Да, не ожидал. Видите, вот как немножко стена провисает. Это вообще ни о чем. Надо как-то... А нет, если я сейчас просто ее затяну, то она здесь поднимется. Но все равно, вот так вот, если я натяг, все равно сильно провисает. Это вообще ни о чем. Короче, ребята, я понял, что с палаткой тоже надо что-то решать. Потому что это решение, ну, такое, знаете, может быть, в сухую погоду, в сухую теплую погоду, там, поездка выходного дня, может быть, вот, на такой случай, может быть, будет оптимально. Чтоб чисто, чтобы палатка была чисто формальность. А если немножко комфорт и ехать действительно в страны, где будет дождливая погода, типа Скандинавии, там, скажем, Швеция, Норвегия, чтобы можно было там и днем посидеть, и еду приготовить, хотя бы в тамбре или что-то. Здесь я буквально все вещи вот в тамбр положил, все, у меня в тамбре места не было больше. Я говорю, это только вот как вот спальное место, как плацкарт. В принципе. Нам больше эту палатку как бы рассматривать не стоит, поэтому надо искать что-то другое. В принципе, мне тема зашла. Мне тема зашла, и я как бы планирую, я так планирую дальше путешествовать. Потому что у многих, знаете, одним планируют, а потом вроде как что-то попробовали, а что-то некомфортно было, да ну нахер. Смотрел одного чувака как-то год назад, что ли, тоже поехал он в дальняк, там такой весь на энтузиазме, там, я уж не помню как его зовут, поехал он там в Крым, что ли, проехал 700 километров, переночевал в палатке, у него тоже мечта была вот прям сгонять куда-то на дальняк, и что вы думаете, 700 километров, он, а, поеду я обратно домой, там, что-то мне как-то, ну, неохота стала, знаете, ну, весь энтузиазм пропал. Поэтому, да, на такие случаи, на такие случаи, конечно, покупать дорогую снарягу и потом разочароваться и все это, нет, мне тема зашла, мне вот, есть, я говорю, есть такие вот моменты, прям вот, приятные моменты, есть неприятные моменты, но вот этот контраст на этих моментах, что вот, сначала тебе холодно, потом тебе тепло, вот, и в этот момент ты испытываешь, воистину кайф, чем бы тебе просто было бы тепло. Потому что, когда тебе просто тепло, ты это не замечаешь, ты это воспринимаешь как должное. Я говорю, и вот этот момент пробуждения, когда ты вышел из палатки, еще такая прохлада, изо рта идет пар, делаешь чаек горяченький, прям пьешь его, тебе так хорошо внутри, это непередаваемые ощущения. на мой взгляд, субъективный, так скажем. Ладно, ребят, все уже, в принципе, рассвело, сейчас буду собирать вещи и потихоньку выдвигаться в магазин. Сейчас надо будет засечь время для прикола, сколько у меня времени уйдет на сборы. Сейчас ко мне лестник приходил, он увидел на стоянке там мой мотоцикл с берлинскими номерами, пришел полюбопытствовать, ну, больше посмотреть, наверное, оставил ли я после себя тут хаос, или все ли в порядке. Ну, так потрясали с ним немножко, полюбопытствовал, ну, типа, нормально ли я в такое время путешествовать. Ну, вот, я сейчас все оделся, собрался, не спеша, потихонечку. Магазин уже открытый, сейчас выезжаю потихоньку. еду в магазин на мойку, мою мотоцикл, а потом, потом уже еду в гостевой хаос, там заселяюсь, надо будет все просушить, палатку высушить, может быть, свяжусь с продавцом насчет этого коврика. Жалко, конечно. А с другой стороны, наверное, сейчас лучше возьму, пусть он там на 100 грамм будет тяжелее, но зато будет теплее, потому что я это сейчас осознал и понял, что пусть лучше он будет чуть-чуть теплее, чем дубак. В принципе, сейчас вот подошел к мотоциклу, его тут весь день дождик мыл, он вроде как чистенький стал, ну-ка. Так, в районе цепи немножко еще грязный, я вот не знаю, смысл его мыть, есть или нет, или ладно уж, заеду, я его после зимы-то еще и не мыл ни разу, поэтому это будет первая мойка, точно так и сделаем. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас я решил немножко перекусить, я сейчас заезжал в магазин, купил там колбасок вот таких с салями и четыре булочки. Так что сейчас сварю чайку себе, спокойненько позавтракаю. Да, это у меня, можно сказать, будет завтрак и обед, наверное, все вместе. Погода отличная, дождя нету, относительно сухо, ну, для этого региона это, я считаю, что сухо. В общем, все классно, сейчас помыл своего красавчика, давайте вам заценю, какой он чистенький. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok